Когда я молчу, мой ум продолжает работать, и меня это беспокоит. Мои мысли устремляются то в прошлое, то в будущее, хотя всё это ни к чему не ведёт. Как можно от этого избавиться? Слишком много мыслей об этом состоянии безмыслия. Безмыслия, отсутствие разума. Эти понятия пропагандируются повсюду. Их смысл сильно искажён, и люди тщательно пытаются остановить свой ум. Чтобы у мозга развилась способность мыслить, потребовались миллионы лет эволюции. Природа трудилась миллионы лет, чтобы сегодня у вас появился такой ум. И теперь вы хотите его остановить. Почему? Если бы ваш ум был постоянным источником невероятного удовольствия, стали бы вы думать о том, как его остановить? Стали бы? Нет. Ваш разум создаёт неприятные переживания. Вот почему вы хотите его остановить. Это произойдёт лишь тогда, когда вы остановите свои почки, печень, сердце, остановите все свои органы. Тогда и разум наконец остановится. Вы хотите, чтобы они остановились? Нет. Тогда почему вы хотите остановить свой ум? Откуда у вас такая предвзятость по отношению к уму? Если работает ваше сердце, вы не против. Работает печень, вы не против. Работает ваша почка, это тоже не мешает. Но если работает ваш мозг, это мешает. В чём проблема? Кажется, вы что-то имеете против интеллекта. Это заговор глупцов против человеческого ума. Мозг останавливать не нужно. Как только появляется расстояние между вами и вашим умом, тогда то, что в нём происходит, перестаёт быть проблемой. Это всё равно, как если бы вы застряли в пробке. Медленно двигайтесь в потоке машин, это будет одним восприятием. Летите на воздушном шаре и смотрите вниз на машины. Пробка выглядит очень умиротворённой. Почему? Появилось расстояние. Если вы стоите в пробке, это одно. Но если вы смотрите на машины вниз с воздушного шара, с такой высоты, что даже не слышно звуков, пробка выглядит как нечто замечательное, потому что присутствует расстояние. Так что, когда появляется расстояние между вами и деятельностью вашего ума, он перестаёт быть проблемой. Ум — это чудо, а не проблема. И в любом случае, если мыслительный поток не прекращается, если у вас ментальная диарея, если у вас диарея, значит, вы съели плохую еду, не так ли? Если у вас ментальная диарея, очевидно, что вы употребили что-то не то. Как только вы отождествляете себя с чем-то, чем вы не являетесь, у вашего ума будет постоянная диарея. По-другому и быть не может. Делайте, что хотите, как бы вы ни старались, вы не сможете это прекратить. Если вы не отождествляете себя с тем, чем вы не являетесь, если вы знаете, как относиться ко всему, как это использовать, но при этом не отождествляете себя с этим, Вы увидите, что стоит вам просто сесть, и ум будет вести себя так. Если вы захотите его использовать, вы сможете это сделать. Если нет, он просто будет таким. Сейчас ваши руки лежат вот так. Вы сцепили их, потому что боитесь, что они могут начать размахивать во все стороны? Нет. Вы можете держать их так, можете так или так. А когда захотите их использовать, можете ими воспользоваться. Так что это полезный инструмент. Представьте, что ваши руки стали вот такими. Знаете, с некоторыми людьми такое происходит. Если ваши руки начнут вести себя подобным образом, вы будете выглядеть смешно. Если то же самое начнет происходить с вашим умом, вы будете выглядеть не менее смешно. Ваше единственное утешение в том, что вам кажется, что никто этого не видит. Но это заметно. Если за вами понаблюдать достаточно внимательно, это будет заметно. В любом случае, дело не в том, видно это со стороны или нет. Дело в том, что вы не контролируете самую важную функцию вашей жизни. Не имеет значения, видно это другим или нет. Проблема не в этом. Проблема в том, что самая важная функция вашей жизни – время бесконтрольно занята какой-то ерундой, вместо того, чтобы делать то, что вы хотите. Так что, если вы хотите избавиться от этого заболевания, вам нужно перестать есть плохую еду. Плохая или неподходящая еда – это ваше отождествление себя с тем, чем вы не являетесь. Если вы не отождествляете себя с этим и с этим, тогда все будет в порядке. Тогда ваш ум будет делать то, что вы хотите. Или просто будет безмятежным. Таким он и должен быть. Ум не должен все время говорить что-то свое. Он должен говорить то, что хотите вы. И в противном случае он превратится в большую проблему. Когда же начинать процесс очищения своих мыслей и изгнания нечистых мыслей? Откуда вы все это взяли? Чистые мысли, нечистые мысли? Мысли. Какие бы они ни были. Какие бы мысли ни порождал ваш ум, их источником является уже имеющаяся у вас информация. Вы можете использовать ее. Вы можете переставлять ее и комбинировать, производя миллионы вариантов. Но в сущности мысли происходят из уже имеющейся у вас информации. Если у себя в уме вы начнете делить – это чистые мысли, это нечистые мысли. Если вы попытаетесь ограничить нечистые мысли и производить только чистые, тогда все кончено. Но сейчас все не так. Они запечатлены в уме каждого. Из-за того, что людям сказали – это грех, не думайте об этом. Именно об этом люди постоянно и думают. Даже собаки и кошки свободнее человека. Просто потому, что кто-то вложил в голову людей идею, что есть что-то чистое и нечистое. Не знаю, какие нечистые вещи вы узнали в свои 25 лет. Я еще не встречал в этом мире ничего нечистого. Есть разные люди со своими проблемами и своими ограничениями. Но я не думаю, что в этом есть что-то нечистое. Это процесс очищения. Я вижу людей на разных уровнях чистоты. И прежде всего, сама идея о чистом и нечистом – очень извращенная. Вокруг вас – просто жизнь. Если какие-то стороны жизни вы относите к чистым, а какие-то – к нечистым, это серьезная проблема. Я хочу, чтобы вы понимали, эта проблема гораздо более серьезная, чем многие думают. Это невероятно серьезная проблема. Сейчас многие религии и культуры на планете заклеймили основополагающую человеческую биологию как нечто нечистое. Базовые биологические процессы – это что-то нечистое. Сексуальная жизнь – что-то нечистое. Женский менструальный цикл – что-то нечистое. Вы родились благодаря этому. Значит, вы сами тоже нечисты. Весь мир нечист. Все творение нечистое. Если вам нравится это слово, пользуйтесь им. Но кто вы такие, чтобы решать, что является чистым и что нечистым? Так была создана жизнь. Все зависит от того, как вы делаете то, что вы делаете. В зависимости от того, насколько осознанно вы подходите к этому, одно и то же может стать как прекрасным, так и ужасным. В зависимости от того, кто это делает и как он это делает. Даже что-то настолько простое, как принятие пищи может быть прекрасным переживанием и не только в плане насыщения организма. Даже это может быть прекрасным опытом. Ко всему можно подходить так же. Кто это делает? Как он это делает? Вот что имеет значение. Эти предрассудки о том, что чисто и что нечисто, очень сильно навредили всему человечеству. Чистые мысли, нечистые мысли, если вы начинаете их так отсеивать, все кончено. Все мысли – это просто мусор. Они происходят из вашего ограниченного прошлого опыта. Эти мысли полезны для процесса выживания. Вы накопили какую-то информацию. Для выживания в мире эта информация полезна. Но по отношению непосредственно к самой жизни эти мысли бесполезны. То, что происходило вчера, не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас, в данный момент. Но для выживания в этом мире вам необходимо помнить какие-то вещи. Нужно использовать имеющееся знание, чтобы зарабатывать себе на жизнь на этой планете. Но не делите при этом ничего на чистое и нечистое. Это может просто свести вас с ума. Нет ничего чистого, нет ничего нечистого. Жизнь такая, как она есть. Зависит от вас, сделаете ли вы ее чудесной или ужасной. Это касается любого аспекта вашей жизни. Любой аспект вашей жизни вы можете сделать либо прекрасным, либо ужасным. Если вы делаете это осознанно, то все может стать прекрасным. Все. От самого малого и до самого значимого в вашей жизни. Все можно сделать прекрасным, если вы делаете это осознанно.